Четвертая книга Моисея, числа, глава третья Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона, первенец, Надав, Авиуд, Елизар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Елизар и Ифамар при Аароне, отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левина и поставь его пред Аароном, священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при Скинии собрания, чтобы отправлять службы при Скинии. И пусть хранят все вещи Скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при Скинии. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. И сказал Господь Моисею, говоря, вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. «Левиты должны быть Мои, ибо все первенцы Мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота, они должны быть Мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря, «Исчисли сынов Левиин их по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левиины по именам их, Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их, Ливни и Шемей. И сыны Каафа по родам их, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их, Махли и Муши. Вот роды Левиин их по семействам их. От Герсона род Ливни и род Шемея. Это роды Герсоновы. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше семь тысяч пятьсот. Роды Герсоновы должны становиться станом позади Скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых Елиасавт, сын Лаелов. Хранению сынов Герсоновых в Скинии собрания поручается Скиния и покров ее из-за веса входа Скинии собрания. Из-за весы двора, из-за веса входа двора, который вокруг Скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Ицгара и род Хеврона и род Узиила. Это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне Скинии. Начальник же поколения родов Каафовых Елцефан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник, надначальник Амелевитов Елиазар, сын Аарона-священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши. Это роды Мерари. Исчислены их по числу всех мужского пола от одного месяца и выше шестьсот тысяч двести. Начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и все вещи ее со всем устройством их. И столбы двора со всех сторон, и подножия их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии к востоку перед скинии собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше двадцать две тысячи. И сказал Господь Моисею, исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых. И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше двадцать две тысячи двести семьдесят три. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми двадцать гер в сикле. И отдай серебро сие Аарону и сынам его в выкуп за излишних против числа их. И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа, замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею. Уже.